Праздник труда прошел, а посадить урожай Александра Чернакова, да и десятки других жителей Лебяжьего не могут до сих пор. Неизвестно, посадят ли вообще. Вода из огорода не уходит больше месяца, положение усугубляют дожди. Ну вот там внизу стоит насос. Он спасает. Но он спасает часть тех, которые там ближе к озеру. Они сейчас не страдают от грунтовой воды. Установленный в этом году насос, снижающий уровень воды в озере, действительно спас часть села от наводнения. Точнее, больше 40 приусадебных участков. Но насос не смог откачать воду во всем населенном пункте. Во время паводка затопило несколько улиц. В воде подвалы, погреба и приусадебные участки, к счастью, в дом стихия пока не зашла. Вот откачивать бесполезно. Покачаешь через 2-3 часа снова уровень становится таким. В сельской администрации нас заверили, что этой осенью на незащищенной от паводка территории вместо насоса установят водопропускные каналы, чтобы в воде было куда уходить. Ну а пока их нет, жителям приходится подсчитывать убытки. Уже на прошлой неделе проведено обследование всех этих земельных участков, подготовлены акты, в ходе которых указано, что произошло потопление в связи с высоким уровнем грунтовых. Вот с этими актами они затем могут обратиться в налоговую, им будет именно налог на землю сокращен максимально. Жители поселка в один голос говорят, налоговые льготы их проблем не решат. Многие и так платят не более 400 рублей в год. К тому же налог сократят только собственникам земли, а вот арендаторам такой вид помощи пока не предоставляют. Но их, как нам пояснили местные власти, в лебяжьем единице. Между тем, больше 20 тысяч жителей края, которые пострадали от паводка куда серьезнее, по-прежнему в ожидании именно денежной компенсации. Напомним, в марте вода накрыла более 15 районов региона. Мы давно подали, еще в апреле все давно подали, все расчеты, все бумаги, все отдали. На данный момент сейчас в правительстве уже принимается решение. То есть прям вот конкретной даты еще нет? Нет, ну это как вот выйдет постановление, Центробанк выделит деньги, пока деньги дойдут, пока мы их раздадим. Судя по всему, процесс ожидания денежных выплат затянется на неопределенный срок. А между тем, близится вторая волна паводка, которая, как отмечал губернатор, еще в середине апреля не будет уступать первой. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. Продолжение следует...